Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, бизнесмены, предприниматели, те, кто интересуется бизнесом. Сегодня мы беседуем с человеком, которого очень приятно и интересно представлять. Во-первых, этот человек – женщина. Во-вторых, этот человек – очень неординарная женщина. Это королева российского инфобизнеса, многократная победительница конкурсов красоты и международных профессиональных конкурсов моделей, обладательница титула «American US-2015», эксперт в развитии радиовещания, действительный член Международной ассоциации тренеров личностного роста, автор книги «Любовная магия денег», автор уникальной методики «Гарантированное решение проблем за одну консультацию». И все это, угадайте, кто? Алла Полсом. Встречаем! У-ху! Добрый вечер. Добрый вечер у нас, добрый вечер у вас, Алла. У нас добрый день, я бы даже сказала доброе утро. Доброе утро. Влики у меня на лице, это потому что с окошка падает свет подобным образом. Спасибо. Всегда удивляюсь, когда начинают читать мои регалии, назовем это так, и достижения, честно говоря. Испытываю с одной стороны гордость, с другой стороны, наверное, все-таки смущение, присущее все-таки девушкам. Но в любом случае это было очень приятно, спасибо огромное. И хочется, наверное, как-то сказать, это может быть все не про меня, это про вас. Первый вопрос, наверное, для разминочки. Давайте я вам задам такой. Вот вы были сначала гадким утенком, если почитать историю вашей жизни. Потом превратились в белого лебедя, прекрасную принцессу, королеву, которая прекрасно зарабатывает деньги на различных контрактах. И в какой-то момент вы вдруг решаете вообще заняться собственным бизнесом. Вот как произошел этот щелчок? Зачем это было нужно вам? Ну, если мы говорим вообще о самом первом бизнесе, который был мой, это было очень много лет тому назад. Сейчас я уже даже не вспомню, в каком году это было. Начиналось это очень просто. То есть у меня вообще честно, да, я вот как на духу признаюсь, когда мне очень часто раньше говорили о том, когда я еще работала на работах на различных, мне говорили о том, что что, ну как бы, зачем ты это делаешь? Нужно открывать свой собственный бизнес. И я клянусь, я вот так, знаете, как в том фильме «Особенности национальной охоты» корова, которую пытались выбросить, я вот так вот стояла руками-ногами, распершись из угла в угол и говорила, что я не хочу заниматься собственным бизнесом. Мне это не нравится, мне это не нужно, потому что с 20, наверное, 5 лет я все время занимала только руководящие должности, исполнительного директора, топ-менеджмента, там, генерального директора компании. Но я точно знала, что это не мое, и поэтому я нормально, спокойно сплю по ночам. Я делаю это от всего сердца, от всей души, вкладывая свое время. Но я понимала, что я в тот период не несла, как сказать, такой вот прям глубочайшей ответственности за сотрудников, за их жизни, за то, что будет с ними. Я понимала, что бизнес мой, если я пойду сама, да, и то вот эту вот ответственность, вообще, как ее вынести. Я женщина, извините, конечно, но мне нравилось там жить своей жизнью. Я хотела, чтобы ты пошел на работу, отработал сколько тебе нужно было, так как знания всегда были потрясающе уникальными, заработал много денег, потом ты живешь своей собственной жизнью, которая не пересекается с твоим бизнесом. Любой собственник своего бизнеса прекрасно понимает, что ты не живешь по факту, да, ты все время 24 часа в сутки работаешь, нравится тебе это или нет. Ты можешь научиться организовывать свою жизнь таким образом, чтобы у тебя было и время на отдых, и время на работу, это не проблема. Но в голове ты все равно все время думаешь, потому что это ответственность, ответственность перед людьми, ответственность за их будущее, ну и вообще куча всякой ответственности. Поэтому я всегда просто говорила, мне это не надо, я этого не хочу, мне это не нравится, я с удовольствием буду работать, отдавать свои знания за определенное количество денег в месяц, потому что я понимала, это прекрасная стабильность, мне не нужно переживать, что если у меня там хорошо получилось в этом месяце или получилось плохо. Но в жизни бывает как бы, жизнь всегда непредсказуема. И так получилось, что в свое время я должна была перейти работать на канал ТНТ и должна была перейти туда работать в качестве, по развитию региональной сетевещания, что-то вот из этой серии. Прошло прекрасное интервью, все было здорово, я уволила свои предыдущие работы и поехала отдыхать в отпуск. Просто там у меня было 7 дней, как раз таки я понимала, у меня будет новая работа, у меня будет новая жизнь. И за этот период времени, ну просто я не знала, знаете, как называть, начались подковерные игры. Человек, который возглавлял это отдел, это была дама, чудеснейшая совершенно, мегапрофессиональная, но уже, скажем так, немножечко возрастная. Она начала наводить про меня справки, и я уж не знаю, кто тот человек, но ей сказали таким образом, ты с ума сошла, ты ее возьмешь на работу, она тебя сожрет через 2 месяца, что против нее нет вообще никакого лома, она работает как ненормальная, она умудряется делать за месяц столько, сколько люди не могут сделать за полгода. Ты потеряешь свою работу, зачем тебе это надо? Ну вот дальше не знаю, что было, это просто то, что мне рассказали с другой стороны, и, в общем, как мне говорили тоже, да, дама пошла к руководству и сказала, что вот я строила вам сеть, и теперь выбирайте, либо вы берете эту девочку, либо, соответственно, либо я, либо она. Ну и любое руководство, оно грамотное, и тогда там тоже работали очень грамотные люди, они приняли решение, что лучше не рисковать, потому что непонятно, что от меня ждать, я для них неизвестный человек, а с дамой все понятно. И вот в этот период в жизни я впервые осталась без работы, то есть у меня такого никогда не было, чтобы вот как-то, знаете, так неожиданно случилось, и я не понимаю, куда идти дальше работать и что делать. И, понятное дело, у телефона и моя репутация, она нашла мне сразу следующий проект, на который я вышла уже руководить всем пиар подразделением, именно связи с общественностью, и вышла уже как индивидуальное лицо, то есть не как человек, представляющий какую-то организацию, а вышла уже сама, я сама, и вот только мои знания, только мои умения, только мои контакты. Наверное, можно сказать, с этого момента и началось вот такое построение собственного бизнеса. Опять же, я этого не желала, я к нему никогда не стремилась, я этого не хотела, просто так сложилось. Мы подписали договор на определенное количество денег, на определенное количество процентов, и я начала работать. Буквально поработавши так полгода, мои сотрудники с предыдущей компанией, они стали ходить за мной и просто гундеть и ныть о том, что, Алла, пожалуйста, мы не хотим больше работать ни на кого, мы не можем без вас, пожалуйста, создайте компанию, мы все сделаем, мы будем работать. Вам честно ничего не надо будет делать, мы прямо все сделаем. Вот так начался мой собственный бизнес. Бизнес, хоть для женщины, хоть для мужчины, это дополнительный ребенок в семье. У ребенка радуешься первым словам, первым шагам, первым оценкам хорошим в школе, первым рисунком. В бизнесе все-таки все меряется, прежде всего, денежкой. И вам, наверное, из ТАТА-2 неоднократно задавали вопросы, как вы заработали свои первые 100 тысяч рублей. Давайте попробуем немножко видоизменить вопрос, как вы заработали свои первые 100 тысяч долларов в бизнесе. Ну, как бы, да, заработала я их честным трудом, делая праздники, как всегда. Это то, вот можно сказать, где у меня был основной мой бизнес. И я честно могу сказать, вот вы впервые меня спросили, как я заработала первые 100 тысяч, а я даже не помню, потому что, наверное, у меня подход к бизнесу немножечко другой. У меня не мужской подход к бизнесу. Опять же, так как я не хотела никогда туда идти, то я к бизнесу всегда, и вообще ко всему, что я делала в своей жизни, я относилась только с точки зрения того, что оно мне нравится это делать или не нравится. Доставляет мне это удовольствие или не доставляет удовольствие. И когда я даже ушла, стала собственницей бизнеса, у меня все равно этот подход оставался. Он абсолютно на все, да, то есть я никогда ради денег ничего не делала в своей жизни. Я даже, когда делала праздники, прекрасно понимала, что если мне клиент не нравится каким-то образом, да, он там начинает пить мост, или как-то мы не находим общий язык, у нас совершенно разное представление о жизни, о том, что такое весело, что такое не весело, что такое хорошо, что такое плохо, то я не буду с ним работать, и неважно, сколько при этом будет денег, потому что зачем? Я все равно найду своего клиента, и я все равно ко мне придет тот человек, который необходим именно мне, который хочет получить то, что я могу дать, а не то, что может дать в принципе вообще рынок. Поэтому я вот сейчас, пока я сидела, вспоминала, ну, наверное, первые 100 тысяч долларов я заработала за первый год, может быть, за первые полтора года, когда я ушла вот именно в организацию праздников, именно как вот сама по себе, сама собственница. Потому что, ну, как-то бизнес-то тоже начинался таким образом, наверное, как у многих, почти как хаос, и это было просто вот нас трое, вот у нас кабинет, и вот у нас клиенты, и все. И дальше началась такая жизнь. Есть праздник, который я умею делать очень хорошо, мы его собираем, мы его делаем, мы его выдаем. Есть много общения, много веселья, много позитива, клиенты счастливы, довольны, уходят, возвращаются там через 3-4 месяца, через 5 месяцев, и это идет такой вот бесконечный постоянный поток. На протяжении очень долгого времени я именно так и жила, абсолютно не задумываясь. Даже когда я рассказываю про миллион, меня очень часто спрашивают про миллион рублей, я просто очень хорошо помню этот день, когда я сидела, закрывала месяц, и так вот, ну, как бы, да, у меня там, я не очень хорошо в математике разбирается, то есть, опять же, да, я не бухгалтер, я не умею делать очень многих вещей, которые, наверное, необходимо делать собственнику, по той простой причине, что у меня всегда есть помощники, всегда есть партнеры, я набираю персонал, который этим занимается, но вот такие вещи, как там подведение месяца, закрытие месяца, это, естественно, все время мое, я помню, что я сидела, сводила отчеты, и я так вижу, а у нас миллион, причем миллион чистой прибыли, это уже за вычетом всего, за вычетом вот того, что мы сделали, то есть такая вот чистая прибыль. Я так сидела, я помню, посмотрела, как вообще, как такое получилось? И это было настолько удивительно и настолько приятно, что, ну, так, погладили себя, похихикали там, что-то, покричали на эту тему, порадовались и пошли дальше. Алла, в зависимости от характера, темперамента, личных черт каких-то и от видов избранного бизнеса, каждый человек, приходя в какой-то бизнес, испытывает от разных вещей дискомфорт, и наоборот удовлетворение, что-то дается легко, ну, как в школе, от разных предметов, разные впечатления. Вот что вам в бизнесе давалось проще всего, что сложнее всего, с чем было, что приходилось преодолевать, немножко напрягать свою женскую силу воли? Ну, наверное, проще всего, и оно всегда так было, с самого начала, еще даже до начала бизнеса, то, чем я обычно зарабатывала деньги, это построение взаимоотношений с клиентами. Вот это вот давалось всегда очень легко, потому что я не читала умных книжек, я нигде особо сильно не училась, так вот специально, в общем, время такое было, что ничего этого и не было, этому негде было научиться, даже если ты очень захотел. Поэтому с самого начала я, наверное, шла, как тогда считалось в России, за что меня потом очень часто и очень много ругали, я выстраивала сразу личные взаимоотношения с клиентами, то есть я их выстраивала на уровне мы друзья, мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга, да, сейчас это все называется красивым словом раппорт, и тогда я этого не знала, мне просто было всегда интересно, и как-то так магическим образом получалось, что в любом бизнесе те клиенты, которые приносили больше всего денег, от которых шел основной доход, скажем так, они почему-то и становились моими самыми ближайшими добрыми друзьями. Вот уже прошло много-много лет, но мы все равно по сей день дружим, мы по сей день общаемся, мы по сей день относимся к друг другу с огромнейшей теплотой. И именно когда выстраивались такие личные взаимоотношения, дальше было очень просто выстраивать все по бизнесу, то есть как-то, когда ты действительно хочешь отдать человеку лучше, да, и там я работала на радио, например, если я придумала какую-то рекламную кампанию, то первое, к кому я шла, естественно, к тем людям, которые были друзья и по совместительству самые лучшие клиенты. И мы садились вместе, мы говорили, слушай, я вот придумала вот столько давай роликов, вот так поставим, вот здесь делаем то-то, вот здесь делаем вот это, и смотри, как круто получится. Да, получались большие бюджеты, потому что большой результат – это большие бюджеты, это логично. Или, например, я точно знала, что мои клиенты и друзья могут позвонить мне в любое время ночью и сказать, слушай, мы тут решили, что через три дня хотим открывать магазин. Чего делать не знаем, но хотим две очереди, чтобы на вход и на выход. Как хочешь, сделай, пожалуйста, нам за три дня. Я садилась, и я это придумывала, как это сделать. И оно действительно, и вот это ощущение счастья и наслаждения, когда я мимо проезжаю, я прям вижу две очереди, одна на вход и другая на выход. Это наслаждение. Наверное, вот такие вещи давались проще всего. Проще всего было придумывать что-то новое, проще всего было как-то вот найти какой-то такой подход, которого еще раньше на Земле не было. Что давалось тяжелее всего и что я действительно очень сильно не любила и не люблю по сей день, это разбираться с бумажками, разбираться вот с налогами, там что-то приходит, уходит. Я в этом ничего не понимаю и стараюсь это держать от себя как можно дальше. Что еще тяжелое, что я вот такое не люблю, даже не то, что не люблю. Раньше мне казалось когда-то, да, по причине того, что 20 с лишним лет, я занимаюсь продажами, мне казалось, что я не люблю продажи, просто потому что я устала. Но вот уйдя как раз-таки в инту-бизнес, я поняла, что я продажи очень сильно люблю. Я прям так люблю, потому что когда я начинаю говорить на языке продающих текстов, продающих вебинаров, продающих каких-то вещей, я получаю от этого наслаждение, я получаю от этого кайфа, получаю от этого огромнейшего удовольствия, потому что я понимаю, по-другому никак нельзя, по-другому я просто не могу помочь людям. Наверное, вот это вот такие две самые тяжелые вещи. Все, что связано сильно с математическими историями, это не ко мне, а все, что с креативом, с движением, когда-то, ага, и вперед, побежали, это вот все мое. Понимаю, что вы очень многогранный человек с широчайшими способностями в разных сферах, и на подиуме, и в эфире, и в бизнесе, и в инфобизнесе, и как автор книги, ну, любой на ваш выбор из этих видов бизнеса, само воплощение, самореализация человека, подскажите новичкам, тем, кто вот только сейчас собирается какой-либо из этих бизнесов начинать, на что нужно обратить в первую очередь внимание, чтобы как можно быстрее и качественнее стартануть? Пусть совет немножечко, ну, наверное, от меня слышать уже избитый, ну, опять же, да, советовать могу только от себя, то, что для меня работает, то, может быть, будет работать для других людей. Никогда не идти ни в какой бизнес ради денег. Вот, как только по моему опыту даже, да, или по опыту моих друзей, или по опыту моих студентов, количество которых уже за два года перевалило за 20 тысяч человек, как только человек приходит в бизнес именно, как это сказать, мотивируемой жаждой наживы, я вот хочу получить денег здесь и сейчас, и неважно как, и я пойду по трупам, и там, да, и мне абсолютно все равно, мне кажется, ничего работать не будет. Может быть, для кого-то, но опять же, да, я только опираюсь на свой жизненный опыт. Как только вы начинаете концентрироваться на подсчете, тут же пропадает самое главное, потому что любой бизнес вообще, вот в моем понимании, это желание сделать что-то полезное, что-то нужное, что-то важное для других людей. В противном случае продать ничего невозможно, да, люди не будут покупать то, что им не нужно, то, что им неинтересно, и то, что не отвечает их сегодняшним задачам. И вот если внутренне нет вот этой потребности помочь, показать, подсказать, дать, и действительно сделать это в первую очередь от чистого сердца, но за деньги, мне кажется, невозможно. Поэтому, это опять же, да, мой совет. Делайте только то, что вы понимаете, что принесет пользу, что действительно крайне нужно. И причем думайте об этом не со своей головы, что я так считаю, знаете, как я хозяин вселенной, у меня вместо короны вот проводная труба, я считаю, что все должны вот это вот делать. Да так-так не получится. Любите своих клиентов, изучайте их, смотрите, что для них важно, чем они живут, чем они дышат, как вы можете быть полезными в их жизни, что вы такого можете дать, чего не могут дать никто другой. И мне кажется, вот именно это приносит успех людям. Именно забота, настоящее, стремление. Какие-то такие вещи, может быть, на первый взгляд, кажущиеся, что к бизнесу не имеющие никакого отношения. Держательство реально еще пока до добра никого не было. Самое главное, чтобы бизнес был интересен и лично. Спасибо вам огромное, Алла, за очень подробное, очень сердечное, душевное и искреннее интервью, и в то же время очень полезное. Будьте всегда такой же очаровательной, любимой, обожаемой и очень успешной женщиной. Пусть вам каждый день говорят заслуженные комплименты. Спасибо огромное, Алеша, было очень приятно с вами встретиться. Спасибо за такое чудесное интервью. Действительно, с удовольствием провела время с вами. Удачи вам, стартуйте, начинайте. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое, спасибо, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.